Акция «Окупай следственный комитет» проходит каждый четверг у здания Следственного комитета Российской Федерации. Сюда приходят граждане для того, чтобы выразить свое недовольство тем, что государство фактически держит в заложниках людей, которые вышли в знак протеста 6 мая 2012 года, а угодили в тюрьму ни за что. Появление координатора Левого фронта Сергея Удальцова вызвало оживление в рядах собравшихся и возбудило подполковника полиции, который бросился на Удальцова, как на амбразуру, с напоминанием не митинговать. Надеюсь, у нас сегодня все спокойно будет. Мы ничего перекрывать не собираемся. Мы там будем находиться, спокойно общаться без этих, без плакатов. Не мешая проходу граждан. Добрый день. У нас неофициальное название акции. Возьмем Следственный комитет в кольцо. Я прошу прощения. Да, здравствуйте, здравствуйте. Вы про какую сейчас акцию говорите? Мы не говорим ни про какую акцию. Вы сейчас говорите про акцию? Про какую акцию? Нет. Мы встречаемся здесь, общаемся. Кем сейчас? По поводу чего? Мы встречаемся по поводу... Значит, я вас предупреждаю. Да, да, да. Никаких проведений, никаких акций. Стоило Удальцову произнести публично слово «акция», как тут же подполковника обуял хватательный рефлекс, и он отдал приказ о задержании. Я с вами пройду. Ой, тихо. Не надо. Друзья, оставайтесь спокойно. Я иду с вами. Позор! 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 Полицейский не выдержал и, тем не менее, только что задержал Сергея Удальцова. Люди кричат «позор», потому что на самом деле Сергея задержали ни за что. Значит, внимательно надо читать 54 закон. Там все прописано. Ну и сейчас я созвоню с нашими юристами, узнаю. Господин подполковник, а как 54 закон сообразуется с Конституцией, с 31 статьей Конституции России? Я не намерен ни на какие вопросы ваши отвечать, уважаемые. Не намерен. Извините. Меня опять отправили на несколько веселых букв, то есть в пресс-службу МВД России, которая, конечно же, будет хранить молчание на вопрос, каким образом сообразуется 31 статья Конституции с 54-м федеральным законом о митингах и демонстрациях. Ну что поделаешь, в язуитское время живем. Давайте проехать автотранспорту. Власть сегодня, она уже в такой ситуации находится, что у нее осталась последняя топора на ложь, постоянную. Ложь, ложь, ложь. И вот такие силовые акции. Больше им просто не на что надеяться. Как идешь, когда меня брали 31-го, я специально не выкрикивал ничего, не призывал ни к чему. Как читаешь рапорты этих ОМОНов, этих 2-го полка, кричал там, долой Путин, долой полицейский. Как оставалась ложь, так и остается. На основании лжи протоколы составляются ложные. На основании лжи суть, судья рассматривает все эти дела. И на основании всей этой лжи, все это, они потом и решения принимают. Вроде внешне все там, и судья в мантии черные, ваша честь там, помещение, все в погонах приходит, милиция, все эти сотрудники. А на самом деле это самое в подоплеке грязь, ложь и клевета. И те ребята, которые со 2-го полка, вот эти нас берут и пишут. Я говорю, ребята, вы никогда не сможете сказать, такое, как раньше было выражение, честь имею. Потому что ваши эти подлецы-начальники, которые вас заставляют это писать, они вас чести лишили. Поэтому вы подумайте, что это долго не будет продолжаться, 3-5 лет, потом уже ситуация изменится. И мы вам дадим свободу тогда устроить самосудно с вашими подлецами, которые вас этого лишили, чтобы вы расправились с ними. Потому что финал неизбежен. История знает, так и в 17-м году, когда тоже уже революция произошла, солдаты на штыки офицеров поднимали, которых ненавидели. Были порядочные, но были и подлецы. Вот так оно и будет повторяться. Мы не сомневаемся, сейчас молодежь подрастает, они надеются, кто будет бояться, в генах у кого сидит, они на эти дела вроде как еще не идут. Но уже мы видим, сколько молодежи подрастает, и они совершенно, у них страха нет. И вот здесь сколько, а через 5-3-5 лет эта ситуация в корне изменится уже. И у них не хватит, и перевяз будет уже на нашей стороне тогда. И как мы уже разговариваем с некоторыми сотрудниками, там полиции, ОМОНа, в душе они уже готовы. Буквально через полчаса у УВД Басманная, куда доставили задержанного Удальцова, собралась группа граждан. Полицейские вели себя мирно, на всякий случай поставив напротив входа гостеприимный автозак. Скажите, пожалуйста, а Сергей Удальцов здесь находится? Не знаю. Все вопросы в пресс-службе ГУВД, мы комментариев не даем. Появилась информация, что Сергея Удальцова то ли задержали, то ли похитили. Ну где была информация, там вы спрашиваете, нам неизвестно. Позвоните в пресс-службу ГУВД, там он все объяснит. Уже второй раз сегодня меня отсылают к пресс-службе ГУВД, которая, как правило, дает очень туманное объяснение. Спустя три часа после задержания отпустили Удальцова, который тут же устроил импровизированную пресс-конференцию прямо у дверей ОВД. А что, он свое отсидел. Не арестуют же опять. Я думаю, что сегодняшнее задержание – это одно из деяний в цепи, вот этой репрессивной цепи, которую мы наблюдаем все последние месяцы. Делается все, чтобы гражданское движение в России задушить. А ряд лидеров, наиболее активных людей запугать, запрессовать, сделать их жизнь просто невыносимой. Да, нас пока не бросили за решетку по уголовному делу, хотя эта угроза висит постоянно. Но делают все, чтобы нам создать атмосферу абсолютно ненормальную для жизни и работы. Постоянно задерживать, угроза каких-то убысков, угроза каких-то еще репрессивных действий. Это делается совершенно целенаправленно. И еще раз повторю, нашим единственным ответом может быть рост активности. Если его не будет, они будут продолжать над нами издеваться. А вы сейчас ездите по регионам, и как наблюдается рост активности в регионах, где вы побывали уже? Я могу сказать однозначно, каждое вот такое незаконное, циничное, явное, беспредельное деяние со стороны власти, оно усиливает рост протестных настроений. Для меня это очевидно. В тех городах, где я побывал, люди очень активно готовы принять участие в осеннем марше миллионов 15 сентября, готовы усиливать свою активность. То есть власть добивается, на мой взгляд, обратного эффекта. Она не запугивает и подавляет, она наоборот провоцирует рост активности и протестных настроений. Потому что люди сегодня все видят, все понимают. Есть сегодня интернет, где можно свободно получать информацию. И люди больше не хотят молчать и терпеть. Рефлекторные телодвижения полицейщины становятся все более судорожными и алогичными. При этом рядовой состав уже почти сочувствует оппозиции. А начальство ведет себя, как взбалмошная истеричка. А ведь лето еще не закончилось. И впереди очередные акции, способные нанести воровской хунте ощутимый удар. Саша Сотник, Дмитрий Мелехин, Политвестник ТВ, Особая буква.